Конкурс традиционно проводился в двух номинациях – Сестринское и Лечебное дело. Выпускникам предстояло пройти четыре этапа – представить визитную карточку, ответить на теоретические вопросы, выполнить фармакологическое задание и оказать неотложную помощь. Этот конкурс показывает ту компетентность основную, которая нам нужна, чтобы студент, выходя из стен медучилища, научился быть самостоятельным, научился работать в команде, научился быстро принимать решения и правильно оказывать помощь. Практическая часть оказалась для будущих медиков самой волнительной. Студентам нужно было наложить повязку при переломе и провести послеродовые манипуляции. Быстро сориентироваться в экстренной ситуации и грамотно оказать помощь – непростая задача, особенно когда за процессом наблюдает компетентная жюри. Я очень сильно перенервничала, когда я накладывала косыночную повязку, у меня руки тряслись. Это переживания очень сильные. Ты думаешь, ты вроде все четыре года показывал, как ты все хорошо знаешь, ты учился на пятерке, а тут бывает из-за переживаний ты можешь завалить простое совсем. Участие в профессиональном конкурсе – это хорошая школа личностного развития будущего специалиста. От фельдшеров и медсестер требуется не только высокий профессионализм, но и умение проявлять чуткость и внимательность к пациентам и коллегам. Ситуация будет приближенной с тем, какой будет у меня работа. Так что я хотела себя пробовать, посмотреть, смогу ли я вообще, и потренироваться. В номинации «Сестринское дело» победила Марина Каверина, а в лечебном деле лучше оказалась Василиса Сурова. Призеры получили грамоты и книги по медицине. Через два месяца студентам предстоит защита диплома, а после они будут подтверждать свои знания и навыки уже на рабочих местах, поликлиниках и стационарах. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Суров-24.